Так, ну начнем, значит, у нас восьмое занятие, назовем его как-нибудь так, Танго Данго. Итак, значит, тогда возьмем, создадим папочку, 8, я буду писать, что надо вам делать, короче говоря, делать будете вы, надоело мне. Так, ну давайте я скажу так, install, то есть, если хотим, ну вообще, что такое Django, да, это фреймворк в Python, самый такой мощный игрок, самого высокого уровня, то есть, круче уже ничего там нет, вот, это Django создавалось, чертика, да, и до сих пор развивается, вот, и, в общем-то, если мы возьмем там PHP или JavaScript, там куча всяких, целый зоопарк технологий, то здесь, вот, в общем-то, Django это самый развитый, так сказать, гиперфреймворк, так скажем, вот, ну а есть еще такие поменьше, поменьше уже все остальные. Итак, для того, чтобы его инсталлировать, вот, ну опять же, фреймворк для, исключительно для веб-сайтов, для наших HTML-страничек, он помогает это все делать быстро и круто. Так, и вот этот вот файлик install, я вообще в проектах люблю такой файлик создавать, вот, причем я его создаю, посту, как я его создал, я его делаю исполняемым, вот, а делается эта команда C-H-MODE, добавляю ему флаг на выполнение и говорю, что он стал выполнять, можно выполнять, вот, и теперь, значит, поехали, тут я буду писать башем о комментарии, здрасте, а комментарии буду, ну, решеткой башек, или нет, по-моему, вот так. Итак, первым делом нам надо установить, так, сейчас, установить что? Виртуальное окружение, ну, скажем так, ВО. Вот, и делаем, значит, его Python. Три, модуль VEN, к директории VEN, все, установили, дальше мы его активируем, VEN, 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 activate, activate, то есть, вот эта точка, это аналог команды source, то есть, она просто берет и вот этот вот файлик, тоже, который написан на баше, его можно почитать, но вряд ли вы там что-то поймете. Вот, выполнить, только, единственное, что можно было, конечно, его вот так вот выполнить, но, если я его выполняю через точку, тогда вот все, что в этом файле описано, оно становится достоянием всех последующих процессов, которые я запускаю через этот данный конкретный терминал. Вот, так я его активирую, это виртуальное окружение, тем самым я говорю о том, что все дальнейшее, что я буду устанавливать, я буду устанавливать внутрь него. Вот, и дальше я устанавливаю pip install Django. Оно скачивается, устанавливается, вот, и у меня начинаются быть доступными команды Django. Все эти команды у меня вот сюда вот в виртуальное окружение упадут, вот, и я их могу здесь запускать. Они все падают обычно в каталог BIN, то есть здесь есть VENV, а, ну да, вот здесь в BIN оно упадет. Вот, и если вы потом откроете после установки, вы там увидите такую команду как Django, вернее, это будет файлик, админ. Вот, если его запустить без параметров, у вас выйдет список всех параметров или команд, которые доступны. Вот, и нам интересует команда для того, чтобы начать стартовый проект, стартануть его. Он, в принципе, так и называется, startproject.project. И дальше вы должны его как-то назвать, ну, например, там, block, еще, еще вам хочется. Вот, и эта команда, она вам создаст директорию с базовой структурой проекта. Вот, и после того, как у вас этот каталог будет создан, давайте я уже здесь опишу, активируем. Вот, вы должны в него перейти, в этот каталог и запустить команду, которая создаст базу данных. Так, инсталируем. Так, инсталируем. Django. Так. Создаем проект. И дальше мы устанавливаем базу данных, да, создаем базу данных. Вот. База данных будет в одном единственном файлике. Будет он называться, там, dbsql lite3. По умолчанию он не использует эту базу данных. Ну, она такая самая простенькая. Так. И создается эта команда и так. Значит, мы сначала отменяем директорию, cdblock. Вот. А дальше вызываем такую штуку, как managepy. В Django есть менеджер команды. Называется он, типа, managepy. И все команды Django проходят через этот вот менеджер. Вот. То есть, идет managepy, а потом имя команды. И первая команда будет mebrade. Эта команда вам создаст базу данных. Вот. И дальше. Следующая команда managepy. запуск сервера. Это старт сервер. Этот сервер у вас будет запущен. Все. Так. Ну и я тоже ее запущу. Install. Прямо с этой парки. Так. Вот у меня пошло создание окружения. Он там что-то заметил. Да. Вот. Пошла установка. Вот. 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 И тут мне сразу пишет, что старт сервер. Нет такой команды. Поэтому я немножко ошибся. Тут не старт сервер. По-моему. Агран сервер. Еще раз. Вот. В принципе. Прелесть в том, что это install теперь можно запускать. Ну. Часто. Она ничего не. Не поломает. Если она видит, что это она уже сделала. Она этого не будет делать. Просто. Вот. 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 И у меня вот запустился сервер. Запустился, как видите, на порту 8000. Вот. Я мог бы это дело исправить здесь. Вот. Добавить еще порт. Ну. Рекомендую вам еще добавлять нули сюда. Вот так вот. 0000. Чтобы оно слушало на всех ваших сетевых картах. На сервере, если вы запускаете, то с нулями запускаете. на сервере. Потому что иначе вот будет 127 001. Он будет слушать только локально ваш. А так и сервер не получится у вас это сделать. Поэтому я его вот так сучу через нули. Еще раз install. Так. И после того, как он запустится, можно открыть браузер на этом порту, на котором вы его запустите. И увидите приветственную страничку джанги. Так. Ну давайте попробуем. Открываем на Chrome. 8080. Пишу localhost 88. Вот. И вот такая ракета у меня появляется. конечно. Угу. Так. Так. Ну после того, как я забросил это все дело в гид, туда убежало все мое виртуальное окружение с кучей файлов. Я чего-то не заметил этого, не придал этому значения. Поэтому надо теперь этот как-то вен отсюда удалять. Ну сразу покажу как это сделать. Делается это через команду гид. То есть оно уже получается в гиде этот вен. И даже если я удалю эту папку, то мне это ничем не поможет. Оно уже в гиде будет и будет отслеживаться. Поэтому в гиде есть команда гид.рм. Р рекурсивно. Удали мне папку вен. Из гида чертовой бабушки. Сейчас у меня этот вен должен исчезнуть. А что мне еще? А, сама папка осталась. Оттуда все. Ладно, удалю еще. Вот. И так я его удалил из гида. Теперь я сделаю новый файл gitignore. gitignore. Вот. И в нем скажу, что не учитывая все, что в этой папке нет. Теперь можно помидеть. Ладно, тогда я еще раз запускаю свой сервер. Давайте я это пока уберу. Вот сервер, ну я запущу отдельно. Команды, значит блок у меня, да. cd-блок. Тут активирую виртуальное окружение. А, стоп. Я его, наверное, удалил. Не извиняюсь. Сейчас тогда еще раз. Сознам. Вот такие вот файлики, типа install. Я их очень часто леплю. Делаю папку bin и туда их складываю. Это могут быть для гита, там. Чтобы не писать три команды сразу, все в одно складываю. Вот. Потом для миграции, так называемое, это когда я добавляю какое-то поле в базу данных. Вот. Мне нужно запустить две сразу команды. Для того, чтобы это поле было физически добавлено в базу данных. Вот. Для деплоя одноудаленный сервер, к примеру. Если я закончил какую-то работу, хочу сразу, чтобы оно на сервер убежало и там развернулось, тоже под него пишу вот такой вот файлик на баше, где перечисляю те команды, которые нужно мне выполнить. Постоянно не писать одно и то же. Так. Ну все. У меня сервер запустился. Открою еще один терминальчик. Так. О! Он у меня даже автоматически активирует виртуальное окружение. Так. Иногда Visual Studio Code, если он хорошо, он правильно настроен, он видит вен в папочку, где вы зашли и сразу запускает команду SOS Activity. Так. Меняю на блок. Вот здесь, если допустим, менеджер команд для джанги. Так. Вот его можно смело запустить без параметров, посмотреть, что какие команды у нас доступны. Ну тут их в принципе немного. Вот это вот красненькое, это у нас получаются приложения. То есть у нас в Django проект состоит из приложений. Вот. Приложения, ну это по сути папки. Обычные папки. Вот. Только вот эти вот все папки, ну как вы можете спросить, где они находятся? Они находятся в виртуальном окружении. То есть когда Django, мы установили Django, вот. Она нам поставила совсем ничего. Вот. Здесь вот в блок можно найти сам менеджпай, dbsqlite, это база данных. Вот. И такая же папка с таким же названием блок. Это настройки проекта. Вот. То есть у нас проект называется блок. И настройки проекта тоже будут называться блок. То есть у нас будет четко разделение на проект и приложение. Значит проект это полностью все. Приложение это те каталоги, которые потом сюда будут вбрасываться внутрь. Вот. А здесь настройки проекта. Здесь в общем-то тоже совсем ничего. Несколько файликов. По минимуму. Вот. Вот этот settings это настройки нашего проекта. ASGI это такая парень, который будет запускать наш сервер в режиме продакшена. Ну то есть такой вот он. То есть здесь мы его запустили в режиме разработки. Вот. При этом отслеживаются ваши изменения, он перегружается автоматически. В общем все вашу подноготную он показывает, помогает вам разрабатывать. Но в боевом режиме лучше его не использовать, так как он ну довольно медленно работает. Поэтому используют другой режим ASGI так называемый. но об этом можно долго рассказывать. Так. Дальше. URLs это наши урлы. То есть это те которые, те урлы которые у нас на сайте будут работать. Вот. То есть получается адреса. Вот. И VSGI это типа того же ASGI, только ASGI это асинхронный сервер, а VSGI это асинхронный сервер. Ну не заморачивайтесь. Просто скажу так асинхронный вроде как считается типа моднее, как там быстрее. Ну ладно. Вот. Посмотрим урлсы. Урлы. Какие у нас есть. Здесь вот это вот куча комментариев. Здесь можно почитать. Можно не читать. Вот. Вот. И вот такая переменная они сразу определяют url.patents. Да. То есть это те урлы которые у нас есть. И вот нам Django сразу по умолчанию дала вот такой вот url.admin.slash. Вот. Вот. Если вот этот паз вы видите. Здесь есть. Да. Значит мы его можем использовать вот эту вот штуку в url. То есть сделать после localhost.slash. Вот. Здесь вот после слэша написать то что там написано в паттернс. Вот здесь вот первая часть. Ну попробую admin. admin.slash. Вот. И вы сразу попадете в авторизацию в админке. То есть Django нам сразу админку дает в распоряжении. Вот. Как в эту админку залезть? У нас же нет ни логина ни пароля. Вот. Поэтому. Смотрим. Вот. У нас. Вернемся вот к этому менеджеру команд. Здесь что-то должно быть про того чтобы создать лишь мне пользователя надо. Вот. Эти все команды как я уже говорил. Они разделяются на приложения. Эти приложения сейчас это коробочные. Django. Приложения out. Приложения content type. И так далее. Ну. Из этого всего мы уже использовали две команды. Это migrate. Вот эту. И start project. Да. по-моему использовали. Иран сервер еще. Где у нас есть? Трансервер. Где жран сервер должен быть? Ладно. Что-то они чуть-чуть забыли. А. Тест сервер. Странно. Странно. Ну да ладно. Вот. И вот я смотрю что есть еще команда вот create super user. Да. Такая команда. Вот. Попробую ее шмальнуть. Create super user. Вот. Он мне говорит что либо задайте явно имя. Либо если не зададите то будет использовано мое имя того пользователя под которым я сейчас сижу. да. Ну хорошо. Пускай будет Zdimon. Email. Да нет у меня email. Пароль 1. Пароль 1. Оп. Пароль у меня типа сильно короткий. Сисел. Хорошо. Сильно простой. Соглашаюсь. Оп. Все. Все. Теперь я могу сюда завалить Zdimon1. Оп. Оп. Вот. И я захожу в их прекрасную админку. Вот. Как видите она состоит всего лишь из двух частей. Да. Юзеры и группы. Вот. Ну джанга решила что если вы пишите сайт то по-любому у вас будут юзеры. и не помешало бы еще их делить на группы. Ну посмотрим что тут юзер. Тут наверное один всего сейчас. Вот он мой тот супер юзер которого я завел. Вот. Вот вам пожалуйста форма для его редактирования. Все по красоте. Все уже оттестировано и вам предоставлено. Вот. Много всяких вещей тут. Пароль поменять. Потом вот это вот это значит пользователь может заходить на сайт активный. То есть он подтвержденный. Ну бывает что человек там какой-то левый e-mail ведет. Вот. И. И. Он не подтвержден. А потом когда по ссылке пройдет. И подтвердит свой e-mail. Тогда мы ему разрешаем. Логиниться на сайт. Вот. Дальше. Став статус. Это тот который может ли он. Да. Тут написано в принципе. Может ли он логиниться в админ панель. Супер юзер статус. Ну понятно. Это тот который все может. Кому все позволено. Вот. Здесь еще есть так называемые permissions или доступ. То есть получается у нас будет приложение. Любое. Оно будет состоять. База данных там будет. Это будут таблички. И вот. Вот эти вот доступы определяют. Что человек может в этих табличках делать. Ну вот. Например. Табличка. Лог. Может ли он сюда добавлять. Записи. Изменять записи. Change. Удалять. И что-то смотреть. Вот. То есть под каждую табличку есть четыре. Ну набор из четырех доступа. Ну. Как по мне удобно. В общем-то. Что тут еще придумаешь. Ну. Ну и глаз. Логин. Дайд. Джойн. Так понятно. По смыслу. Так. Ну и группы. То есть. Группы. Они создаются для того, чтобы можно было определить в группе. Ну давайте посмотрим, что там. В группа. Add group. Я могу вот эти вот. Permissions. И набросать на группу. Вот. И сделать так, что. Сделать группу модераторов. Там. Регистраторов. Еще очень. У кого-то. И этого пользователя включить в эту группу. И автоматически он будет эти все доступы иметь. То есть. Мне не надо по каждому каждому пользователю набрасывать одно и то же. Я все это могу группировать. Вот. Ну. База данных. Что у нас база данных. У нас она в блок. Вот здесь. DBSQL Lite. Ее можно открыть. Для этого надо поставить какой-нибудь SQL Lite. Просмотрщик. Ну я себе поставил. Первый попавшийся под руку. Вот. И они есть много. Там и под Windows. И под Linux. Вот. И вы можете открыть эту базу данных. Посмотреть. Тут уже смотрю. С десяток. Один из таблиц есть. С куста. Да. Сначала. Вот. Ну вот эти таблицы. Мы уже. Как бы. Они. Часть из них. Они. Они. Являются. Как бы. Для Django. Ну. Как сказать. Они используются под капот. Служебные. Скажем так. Вот. Например. Вот этот. Session. Migrations. То есть. Вот здесь. Django Migrations. Он будет запоминать. Какие вы изменения в базе данных делаете. Они называются. Миграции. Вот. И. Будет это запоминать. Чтобы. Повторно это не делать. Как бы. Лох вести. Этих. Всех. Миграций. Вот. Сессии. И так далее. Ну вот. А то что мы. Из нас. Видели уже. Это. User. И. Группы. То есть. Вот. Эти. Две. Таблички. Они нам. Высунуты. В админку. Все остальные. Не высунуты. Они. Работают. В фоне. Вот. Вот. Включают. Эти. Пермишины. Группы. В общем. Много. А мы будем. Тоже. Создавать. Свои собственные. Таблицы. Но. Если вы. Начинаете. Джанго. Проект. У вас. Это. Стартовая точка. Вот. Эти. Таблички. Таблички. Уже будут. Так. Тот. Факт. У меня. Я запускаю. Это. Все. На. Линуксе. Он. Мне. Позволяет. Делать. Запуск. И. Указывать. Здесь. Нули. Указываю. Он. У меня. Нормально. Его. Запускает. Так. Чуть. А. Стоп. Я. Активирую. Окружение. Вот. В windows. Если. Будете. Запускать. Он. Вам. Ругнется. Скажет. Что. Типа. Сервер. Вот. Он. Вот. Эти. Нули. Потребует. Вам. Явно. Указать. Как-то. Что. Они. Разрешены. Для. Запуска. Этот. IP. Адрес. И. Вам. Что-то. Скажет. Лаут. Хост. Как это. Переводится. Разрешенные. Узлы. Хост. Вот. Видите. Это. Пустой. Список. Добавьте. Звездочка. Оказывается. Разрешаю. На всех. Постах. Их. Конечно. Перечислять. По. IP. Адресам. Так. Проще. То есть. Этот. Параметр. Честно. Говорят. Для меня. Загадка. Зачем. Они. Они. Создали. Суть. Его. В том. Что. Разрешает. Или. Запрещает. Запуск. Вашего. Проекта. Сервера. На. Определённых. Адресах. Не знаю. Где. Это. Пригодиться. Запрещать. Но. Я. Обычно. Всегда. Разрешаю. Так. И. Так. Называем. Так. Называемый. Фронтенд. Или. Называют. Морда. Сайта. Так. Ну. Это. Всё. Но. Нам. Как бы. Эта. Ракета. Ни к чему. Мы. Хотим. Что. Что. Своё. Запилить. Сайт. Свой. Сделать. Вот. Поэтому. Нам. бы. Как бы. Эту. Страничку. Надо. Поменять. Что. Я. Должен. Чтобы. Поменять. Главную. Страницу. Я. Должен. Здесь. Пустой. Делай. Что-то. Да. Здесь. Например. Сказать. Там. Индекс. Какую-то. Функцию. Вызвать. На. Пустой. Попробую. Теперь. Сейчас. У меня. Говорит. Индекс. Not. Define. Понятно. Что. Это. Переменная. Здесь. Нет. Поэтому. Я. Попробую. Откуда. Мы. Импортировать. Вот. То есть. Эту. Создать. Функцию. Нужно. Где-то. Создать. Нужно. Какое-то. Приложение. Потому. Что. Ну. Это. Будет. Наше. Приложение. Какое-то. Того-же. Блога. Вот. И. В этом. Приложении. Вот. И. В этом. Приложении. И. Как-нибудь. Назвать. Ну. Например. Моин. Приложение. Вот. Все. Теперь. У меня. Вот. Тут. Вот. Если. Обновлю. Это. Последнее. Время. Начинаем. Не. Понимать. Так. А. Ну. Да. Вот. Мейн. У меня. появилась новая папка. Мейн. С новым приложением. Вот. И. В этом приложении. Он. Уже. Туда. Запихал. Ну. Так сказать. Основные файлы. Которые. Будут. В каждом приложении. У нас. Приложение. Будет делиться. Ну. Мы. Будем. Приложение. Писать. Одно. Для. Редактирования. Профиля. Человека. Второе. Там. Для. Корзины. Пользователя. Там. Для. Каталога. Товара. Все. Мы. Будем. как-то делить. По приложениям. Как вам. На ум. Приходит. Как их. Делить. То есть. По каким-то. Функциональным признакам. Законченным. Каким-то. Так. Ну. Вот. Я. Мейн. Сделал. Теперь. Что у меня тут есть. Ну. Самое главное. Это. Вот. Вот. Вьюз. Вьюз. Они. Еще. Называют. Представление. Отображение. Иногда. Называют. Это. Контроллерами. В общем. Называйте. Как хотите. Вот. То есть. Вот. В этом. Вьюзе. Будут. Отрабатывать. Странички. Вот. И. Я. Здесь. Определю. Функцию. Вот. Вот. Ну. А. Давайте. Я. Пустую. Ничего. Не буду. Делать. Смотри. Вот. И. Теперь. Эту. Функцию. Включил. Вот. Сначала. Я. Импортирую. From. Приложение. Мне. Папка. Main. Index. Import. Index. Вот. Здесь. Я. Проимпортировал. Эту. Функцию. И. Включил. Ее. В. Путь. Главной. Страницы. Так. Он. Мне. Говорит. Но. Модуль. Main. Подождите. Что же. Я. Глупо. Сделал. Да. То есть. У нас. Каталог. Main. Это. Правильно. Есть. Такой. А. В. released NFT. Views. Папка. Файл. Вьюс. Или. Во. Он. Мне. Говорит. такого модуля нету модуль это файл поэтому я здесь и из этого файла импортирую функцию индекс теперь сервер поднялся смотрю что теперь у меня на главной странице на главной средстве мне ошибка пошла ну это уже красивая ошибка джанга так оформляет ошибки вот причем тут пишет много-много всяких всякой ерунды в общем откладочной информации для разработчиков иногда полезно смотреть где в каком месте проблема и так он нам говорит index takes zero positional arguments but one was given итак после этой ошибки она означала что мы в эту функцию должны добавить какой-то аргумент который в нее передает джанга этот аргумент request который содержит информацию о том что человек нам передал со странички так дальше я сюда реквозь добавил теперь смотрим следующая ошибка the view main view index didn't return and http response объект and return знаменитет то есть у нас любая функция должна что-то возвращать что-то return и она нам говорит что она ничего не вещает на то есть если мы явно не указываем return то она все равно что возвращает нам нифига не возвращает развивать им чего-нибудь сейчас ошибка должна видоизмениться ну тут уже понятно но мало что понятно да стр объекта за атрибут get то есть дело в том что я возвращаю я возвращаю на строку он ожидает чего-то такого что чтобы имела атрибут get то есть он берет то что я возвращаю и пытается вызвать у него бед функцию бед а в строке такой функции нет естественно давайте вернемся чуть чуть выше это за комментарию туда вот выше ошибка нам было более информативно вот он нам говорит что она не возвратила возрасте я должна вот такой вот объект htp response объект функция у нас принимают request возвращает response такого правила специальный объект response это специальный объект такой его нужно как-то слепить как-то сделать ну я возьму наверное открою джангу документацию джангу зайду и там посмотрю как они это решают эту проблему вот простейшая вюшка должна быть то есть вот вот response если вы хотите его как бы испечь этот объект его нужно этот класс он называется классом его нужно импортнуть сначала вот а потом возвратить здесь вот return где я возвращаю не какую-то строку а возвращаю объект вот этого класса response то есть строку если я хочу что увидеть на страничке то я должен запихнуть эту строку внутрь вот этого класса ну или можно считать это функции как хотите ну выглядит очень как функция так ну и что теперь теперь я должен увидеть голову да вот его и увидел вот в принципе здесь можно уже вместо строки собирать вашей штаммель в виде тегов там например сюда тег какой-нибудь запихнуть я сидим и он сейчас кстати он и так большого это наверное хром не его по умолчанию сделал большим вот и сюда заблазобрасывать какие-то какие-то html но видеть это не совсем удобно но не будешь и сюда всю страничку влепить в эту функцию гораздо удобней создать какой-то файл страничке html куда и подсунуть это что мы сюда вот они писать все это внутри а что теперь поэтому нам я это комментарий это как бы простейшие если вам что-то надо очень простое вывести на страничку но мы не такие нам нужно что-то посложнее поэтому мы будем возвращать и вот эту вот штуку рендер она по умолчанию вас здесь сюда вам ее импортнули чтобы вам не искать вот что делает этот рендер судя по названию он рендерит или обрабатывает какой-то html файл то есть процесс рендеринга это по сути процесс наполнения вашего шаблона всякими переменными то есть вы в шаблоне определяете места сюда в сумм там то сюда картинку сюда и вот этот вот рендеринг он берет эти данные что мы шаблон вставляя можно еще упрощенно сказать что это замена под строк под строк есть еще одну строку заменить на другую вот в принципе по такому же принципу этот рендеринг рендеры работы еще называют парсинг рендеринг маппинг 1 1 1 название вот ну опять же если он что-то рендерит то он должен во первых две вещи он должен знать что какой-то шаблон да и знать чем варенда или какие-то данные туда за заталкивать но этот рендер он пошел дальше он еще третье значение берет он берет request request нужно у него первым делом передать а вдруг нам шаблоне нужно вывести что-то из например данных по пользователю там его логин там какой-то где сессия у каждого пользователя будет своя сессия всякие там секретики вот и в этом в реквесте надо его туда передать дальше идет имя шаблона индекс html и третьим ведет какие-то данные данные у нас поступают в виде словаря ну например скажем name дима какой-то словарик сюда закину простейший ну в основном сюда бросают данные с базы данных вытягивает базы данных какие-то там пользователей или там товары или чего-нибудь еще и сюда забрасывают и потом эти данные не поступают в этот индекс html и туда разворачивается и делает все вот рендер так хорошо все теперь теперь мне должна быть какая-то ошибка типа не нашел шаблона такого шаблона еще пока нет темплей должно так здесь над шаблона не существует вот а где что красавицы фиши давайте посмотрим вот template loader джанга трайт лодин дэйст и плейтин без фолдер то есть он попытался вот здесь найти а куда ж ты полез красавчик он полез в венф он полез в окружении видите и в окружении начал искать причем искать в админке судя по всему да вот в админ то есть вот этот админ приложение которое по умолчанию у нас включено в наш проект вот поэтому первым делом туда полез поискал там индекс html его не нашел но у нас будет свой то есть нам по сути нужно сюда вот в этот список добавить какой-то другой путь свой путь вот смотрим это можно сделать настройках проекта это будет самый такой часто редактируемый вами файл вы будете ваш проект куда чего-то добрасывать нового что-то менять вот все это будет через сеттинг спать проходить и здесь посмотрим что-нибудь про шаблоны вот это у нас вот темплей попеременная и в ней тут есть вот дирс вот если сюда что-то добавлю какой-то путь надо попробовать какой-то путь добавлю мои абсолютный путь добавил сейчас посмотрю папочки помню что есть там индекс ничего себе это первый раз такой какой-то шаблон нашел здесь ну нифига себе я честно я первая дуга тут ожидал ошибку увидеть на штукой папки нет нам интересное поведение откуда он это взял привет меня нарисовал по этот сервер ладно ну я тогда где-то так поэкспериментировал качестве эксперимент но вообще сюда мне бы надо забросить какую-то папку из моего проекта вот посмотрю как он их определяет вот он как base gear есть переменная в этой переменной находится абсолютный путь пойму проекту вот и я могу к этому пути прибавить еще каталог который я сейчас создам вот создам я каталог платиц теперь я вот сюда в блоге создаю этот каталог вот ну попробуй так часто ты мне хоть нормально рубнешься да интересно ладно туда попробую здесь индекс что то что то напишу так это уже становится интересно так но постой как я перегрузил сервер ситуация поправилась каким-то чудесным образом я так и не выяснил откуда это было такая сообщение интересно так если вот я сейчас им поменяю имя моего шаблона сделаю его недоступным я тут должен получить вот это ожидал увидеть вот такое в случае если он шаблона не нашел он говорит не нашел но здесь я должен теперь увидеть что ко всему прочему добавилась моя папка вот она блок templates вот она добавилась сюда теперь он будет искать помимо вот этих первым делом он будет искать вот в моей вот этой папке если там не нашел пошел сюда не нашел пошел сюда и потом по порядочку все это сделает так ладно возвращаем индексы чтмель на место вот теперь что теперь задача такая стоит так как у нас уже страничка как бы создана но она пустая вот нам нужно взять и найти в интернете какой-нибудь шаблон бесплатный вот в интернете много там если погуглите там html тэмплейт free for free вот и скачать какой-нибудь нормальный html шаблон но я покажу как они выглядят так где-то у меня здесь были они ну вот например вот такой шаблон вот когда вы скачаете у вас буду вам дадут css шрифты стиле картинки там т т т т среди среди всего прочего диндекс html будет вот его откроете скачаете откроете и увидите как этот шаблон выглядит ну вот такой вот красота вот и ваша задача взять из отсюда с индексов с этого шаблона всю весь код положить вам вот ваш индекс html и посмотреть как он будет выглядеть вот для начала до делаем какую-то страничку хеллоу ворлд без html осмотрим убеждаемся в том что она у нас работает потом мы скачиваем html какой-то шаблон и в эту страничку добавляем так ну а я наверное воспользуюсь не шаблоном таким вот инструментом как bootstrap вот это фреймворк стилей такой самый популярный 4 версия вот то есть что он нам дает он нам дает сразу готовые классы стилевые стилевые решения в общем то для нашего сайта ну вот например если возьму examples какой нибудь вот такие вот у него примеры ну какой нибудь попроще взять вот такой вот сразу шаблончик с шапкой из содержимом да посмотрю его код исходный но я вижу здесь они ладно попробую я весь это 1 и себе в шаблон ставить пум так и что у меня теперь получилось ну почти почти да вот очевидно что то стили какие то не подгрузились смотрю я по f12 как что не подгрузилась у нас перехожу в network обновляю страницу вот и смотрю все запросы которые мой браузер запрашивает вот ну естественно вот здесь вот он все запрашивает с localhost 8080 видите bootstrap а у меня естественно на localhost ничего такого нет вот поэтому можно попробовать загрузить это все с интернета так посмотрю сейчас bootstrap get started вот quick start он мне говорит как быстрых быстрее всего начать и загрузить мои стилисы интернета вот такой вот ссылочка на их стиль скопирую ее и вот здесь вот вверху где он подгружает в хедере все стиле все стили давайте это все уберу раз и сюда одну эту ставлю одну ссылку так сохраняю смотрю сейчас должно что то поменяться у меня вот ну все вот одно один только стиль меня меняет всю всю картину вот то есть в принципе тоже самое сделаете вы то есть вот этот вот link 1 возьмете bootstrap а ставите а потом только набросите их не вот эти вот то есть в этот bootstrap вот этот стиль короче в нем описаны все все в вот эти вот классы навбар навбар экспан то есть там это все уже описано и все это все выстроено ровненько на странице вот и те люди которые работают с bootstrap они все эти стили просто наизусть помнят вот этот скрипт у меня его нету я его тоже уберу вот и ими рукава я такими стилями так ну вот в общем то навбар готов вот теперь можно попробовать размножать эти странички вот как мы их будем размножать 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 вот как мы их будем размножать